Многие говорили, что в фильме «Дуэнья» Владимир Сашальский поёт о себе. Это был чемпион по числу романов и браков. Он уже 3000 раз женился. И шутили, что если у женщины гражданство СССР, значит, она была замужем с Асшальским. Он умер в 2007 году в 78 лет. И провожала его в последний путь жена под номером 6. В последние годы жизни он, наконец, нашёл ту женщину, которая была ему нужна гораздо раньше. Но это было слишком поздно. Москва, 12 октября 2007 года. По традиции, гроб поставили в фойе Театра Российской Армии, в котором Сашальский прослужил почти полвека. Проводить актёра пришли коллеги и близкие. Семья Сашальского получила соболезнования от президента России. У Владимира Борисовича Сашальского не было проходных ролей. Но он мог бы сыграть гораздо больше. Но руководство театра знало, слабое место актёра – дисциплина. И при всей любви к тёплым посиделкам – невыносимый характер в работе. Не по таланту он любил говорить. Не по таланту, чувак, ты ведёшь себя. Не по таланту. А сам при этом забывал текст ролей. И сделать режиссёры с ним ничего не могли. Мы всё время его ругали за то, что он не знает своих реплик. «Володя, когда ты выучишь текст наконец? Ну когда это вообще кончится?» Но зрители его обожали. И когда Сашальский выходил на сцену, всем было плевать, насколько точно он произносит реплики. Он был уникально привлекательным мужчиной, который дарил людям праздник. Роскошный мужик. Роскошный, с ноздрёй, с бархатом, с каким-то сандалом, с каким-то вкусным табаком, с каким-то флёром какого-то алкоголя, какого-то жизненного сока, какой-то пульсации, безумной любви к женщинам. Ольга Аросева влюбилась в юного Владимира Сашальского, когда он сыграл в БДТ роль Ромео. С актрисой, которая была старше Владимира на 12 лет, его познакомила мама. Аросева была из знатного польского рода, дворянка. И матери Сашальского это очень стило, поскольку она сама была благородных кровей. Ольга Аросева прожила очень бурную жизнь и замужем была четыре раза. Правда, официальный брак у неё был всего один. Все остальные были без штампа. Доброта и сердечность сочетались в ней со страстью к интригам. Многие её страшно боялись. Ольга могла наорать, накричать. Могла. И это у неё было. Но это всё свойство характера. Но в гражданском браке с Сашальским она вела себя как любящая мамочка. Всё прощала, опекала и двигала любимого вперёд. То есть она постоянно давала ему советы по работе, по карьере, по каким-то ролям, играть или не играть, соглашаться им соглашаться на ту или иную роль. И благодаря советам Оросевой Сашальский начал делать стремительную карьеру. Хорошо далось мне вовремя слово молвить за тебя перед архиепископом Санкт-Петербургским. Актриса любила своего Ромео, расставила сети, поселила в своей квартире и очень ждала, что он сделает ей предложение. Но Сашальский постоянно ей изменял и вёл абсолютно свободный образ жизни. Он какую-то очередную даму увидел и всё. Он сказал, до свидания, тётя Оля. Вот он её бросил. Владимир Сашальский не мог стать врачом или инженером. Его мать, актриса Варвара Розелеон Сашальская, возила сына с собой на все съёмки и гастроли. Она была актрисой прекрасной в театре Моссовета. И они были очень похожи. Сашальский часто приглашал друзей на совместные застолья с любимой мамой. Давайте по чуть-чуть. Конечно. Ну а что? Варвара у нас была всегда во главе стола. И все папины друзья её обожали, любили и почитали, восхищались. Большой удачей было участие Владимира Сашальского в сериале «Следствие ведут знатоки». В одной из серий «Полуденный вор» он сыграл бандита. Вы же не начальник. Я признаюсь первым. А в другом фильме, фильме «Мафия» он играет умирающего от рака актёра, который становится клиентом наркопритона. Новенького чего-нибудь нет у тебя? Первый недосталялся, да? Нет, вот это не надо. Эту контрабанду просто завязывай, не надо. А его мать играла маму майора Томина. Ой, что ли, знаешь, тут ужас что-то. Ты не представляешь. Представляю, я вам представляю. Сидим мы так вот. Алло. Да, мама. И мы все. И он говорит по телефону с ней, все. Он с таким уважением, с таким пиететом к ней. Варя сказала, Варя звонил. Дед Сашальского был директором банка и крупным чиновником в Российской империи. Мать училась в Смольном институте благородных девиц. Но дворянское прошлое скрывало. Во время войны она ездила по местам боёв с фронтовой концертной бригадой и была награждена орденом «Знак почёта». Мне было так лестно, мальчишки, особо. Значит, так прям за руку. Люди идут, я как будто бы сам получил орден. Так, смотри, мама, у тебя смотрит, она и красивая очень, и орден. Варвара дружила с Раневской и имела схожее с ней чувство юмора. И острый язык, способный до обморока довести человека. Что здесь написала? Милому Володечке, с добрыми пожеланиями. Раневская. Целую Раневскую. Здесь ещё что-то написала мне. И страстная любовь к посиделкам, выпивке и азартным играм, по мнению друзей Сашальского, досталась ему по наследству. Там шла яростная игра в карты. Она была просто картёжница. Маму актёр боготворил. Её портрет висел у него в квартире и в гримёрке театра. А Молька пришла. Ну всё в порядке. Не побёл? Ну талант есть талант. И знал, как его рожала. И многие считали, что на протяжении всей жизни он искал женщину, похожую на мать. В 49-м он женился на актрисе Нине Ольхиной. Она уже имела сталинскую премию и была звездой БДТ. Сашальский завоевал её быстро. Находясь рядом, женщина ощущает себя королевишной. Вот у него что-то было в нём. Он для этого не прилагал каких-то там чрезвычайных усилий, там, я не знаю, спецдухов или там букетов. Но брак с Ольхиной разрушило расстояние. Сашальскому предложили место в театре Советской Армии в Москве. А Ольхина осталась в БДТ, родном Ленинграде. К Ольхиной также приставали поклонники. Но она демонстрировала обручальное кольцо и хранила своему мужу верность. В то же время Владимир Сашальский был популярен, уприм с театра Советской Армии и, скажем так, не отказывал себе в тесном общении с ними. Его главным увлечением были женщины. Он смотрел на них с неподдельным вожделением. Это сто процентов. Москва, 12 октября 2007 года. Прощение с актером Владимиром Сашальским, несмотря на звание народного артиста, было скромным, людей было немного. Говорили о Владимире Борисовиче. Каждый рассказывал какой-то случай, связанный то ли на съемках, то ли по жизни. Всем запомнились теплые слова Ирины Муравьевой, которая подружилась с ним на съемках фильма «Дуэнья». Он беспрерывно делал ей комплименты. Я должна вновь попросить вас быть моим телохранителем. Ваш покорный слуга! Чистота восхищения женщиной, которая доставляет удовольствие самому мужчине, это старая школа. И Володя был король в этом смысле. Иногда просто идешь мимо, там, вот так вот. И пошел. В первый раз на сцену театра Володя Сашальский вышел еще в детстве. Он ждал мамы за кулисами, и ему стало скучно. Во время спектакля, значит, пошел бабушку на сцену искать, которая в этот момент была на сцене. Получил он, конечно, там, как следует. Вот объяснили ему, что вот это такое театр, и как надо себя вести. И после первой в своей жизни роли Ромео в театральной студии при Ленинградском Тюзе, он стал звездой, о которой говорили все девчонки. Он был неотразим и не знал отбоя от поклонниц. Он мне рассказывал, он говорит, ну, он такой всегда, у него красивый голос, я говорю, ты понимаешь, спектакль заканчивается, а за тобой идут не сто, не двести, а триста-четыреста девчонок. Самые ярые поклонницы писали на стенах в его подъезде признание в любви и подкладывали каждый день под дверь Ромео разные подарки. Я даже не знаю, Вовка школу кончил когда-нибудь или нет. Потому что я знаю, что, может быть, он даже и не доучился до десятого класса. И женским вниманием он был окружен всегда. И все поражались рекордом актера. Шесть браков официальных, да еще гражданские, и романы, романы, романы. Когда назвали фамилию Сашальский, женщины вздрагивали. Потому что за ним ходила слава бабника такого. Нелли Подгорная снималась тогда в картине «Дело Румянцева». Он без меня жить не может, а вы говорите, не нужно. И от романа с Сашальским ее отговаривал даже партнер по съемкам Алексей Баталов. Говорил, что он сам знает, какие страсти могут бушевать, знает это не понаслышке. Нинель была замужем за артистом Никитой Подгорным. Но для Сашальского это не было помехой. Он был влюблен и в такие моменты не видел ничего, кроме целей. Ну вот такой, значит, мужик-ходок. Можно так сказать. А можно сказать, что человек искал то самое существо родное, с которым он может быть самим собой. Коллеги рассказывали, что однажды Владимир Сашальский проводил любимую на вокзале в Москве и летел потом в грузовом отсеке самолета в Ленинград только для того, чтобы встретить Подгорную на вокзале с цветами. Там не было рейсов. Он упросил летчиков взять его с собой в этот грузовой самолет. И они его взяли, он перелетел туда. И утром, следующего дня, на перроне встречал ее с цветами на московском вокзале в Ленинграде. Отчего мама совершенно, конечно, обалдевшая была. Но Подгорная не могла решиться оставить мужа и уйти к Сашальскому. Возможно, она понимала, что жизнь с таким любвеобильным мужчиной очень нервное дело. А он, пока она колебалась, закрутил роман с актрисой театра советской армии Марии Скуратовой. Он, если влюблялся в женщину, он хотел ее осчастливить. И для того, чтобы ее осчастливить, как бы вот последняя капля обязательно предложения. И обязательно ЗАГС. Но после женитьбы на Скуратовой он узнал, что Нелли ждет от него ребенка. И тут уже не Нелль решилась уйти от мужа и стала жить с Сашальским, который со Скуратовой оперативно развелся. Я постепенно узнавала о том, что вот это его жена бывшая, и это его жена бывшая, и это его жена бывшая. То есть на каком-то этапе у меня был момент изумления. Я так присматривалась, как это вообще возможно. Казалось бы, вот, Нинель беременна, женись, но Сашальский вдруг испарился. И Нинель на выписке из роддома не встретил. Но потом опомнился и к Нинель вернулся. Они прожили вместе три года, но в итоге расстались. Расстались, как мам говорит, рвали по живому, то есть расходились просто потому, что, говорит, я, ну, невозможно было мне выдержать вот этот ритм жизни. Он часто играл в кино самого себя. Мужчину, который беспрерывно вьется рядом с разными женщинами и хочет на всех жениться. Я первый раз в жизни скажу, жена моя. Никак не представляю себя вашей женой. Сексуально он был, и женщины, они его тоже смотрели. Нинель Подгорная устала от жизни с фейерверком страстей всех видов. Сашальский ушел с одним чемоданом. Когда уходил он в другую семью, он не занимался делением тапочек. Москва, 12 октября 2007 года. Прощение с Владимиром Сашальским было скромным и прошло незамеченным прессой. Но его коллегам было в тот день по-настоящему грустно. Был коровый из актеров всегда. То есть кто стоял, потом сменяемся и опять становится. Кто-то другой становится. Рядом с гробом Владимира Сашальского были его последняя жена Светлана, дочь от второго брака Екатерина и Алина Покровская. Жена четвертая. Здесь же мясо, Алеш. Ну и что мясо? Мясо женам не полагается. Полагается. После роли в фильме «Офицеры» Алина Покровская на долгие годы стала символом настоящей спутницы жизни. Самоотверженной и верной. Брак с Владимиром Сашальским был у нее вторым. И она была уверена, он станет последним. Я познакомилась с ним, когда пришла в театр. Он играл, я смотрела, замечательно совершенно. Но Покровская не понимала, что отправилась в ЗАГС с человеком, чья бурная жизнь совершенно не женится с семейной. Она мечтала о тихом семейном счастье. Но он не мог отказать себе в бурных вечеринках с большим количеством спиртного. И она понимала, муж ей изменяет. Все это было слишком. Кто оставался на ночь, а кто расходились в 4 утра, а утром у меня были репетиции. Алина Покровская боролась за семью почти 10 лет. Она очень хотела ребенка, но у Сашальского уже была дочка Катя от предыдущего брака. Он говорит, как? Как? Ой, нет. Ну, Ален, ну ты что? Ты играешь, я играю. А тут ребенок будет. У пеленки. Что? Я помню это. Ну, не создан он для семейной жизни. И вот что удивительно. По-настоящему обиделась на него после расставания только Ольга Аросева. А все остальные жены зла на актера не держали. И в том числе Алина Покровская. Ни одна женщина о нем плохо не отзывалась, из тех, кого я знаю. Наверное, вот те, кто с ним был близок, и те, кто становился его женами, понимали природу его как бы многоженством. И однажды на сцене в одном из спектаклей встретились три бывших жены Сашальского. Подгорная, Скуратова и Покровская. Они сидят и смеются, а потом между собой говорят, глянь, наш, наш идет. Сашальский хранил память о всех своих возлюбленных и даже развесил их портреты в квартире. И часто с ними общался. Когда вот он уже после пятисот, семисот или литра, он подходит к ним и начинает с ними разговаривать. Ты знаешь, моя дорогая, без тебя очень тяжело. Просто очень тяжело. Ну, я к тебе еще вернусь. Дружочек мой, здравствуй, милая. Прямо на ты. Вот так вот откровенно с ней, как будто она ему что-то отвечает. Сашальский был удивительно хлебосольным человеком. Настоящим маэстро незабываемых посиделок. Ну, поехали. Поехали. Наступал антракт. Он в антракте звонил соседям. Нашлись соседи, которые его немножко опекали. Он звонил и диктовал. Так, ставьте в духовку. Я сказал, ставьте в духовку. Значит, ставьте, зажигайте. Как раз по времени. У меня начинается второй акт. Я потом его спросила. Говорю, а что, кого вы там зажариваете? Ольга, это баранья нога. У нас будет вечер. Сашальский покупал для домашних банкетов дорогие продукты. Если не было бараньей ноги, шпиговал телятину салом. У него в магазинах были знакомые заведующие магазины. А заведующими магазинами, как правило, были красивые женщины. Мы заходили с черного хода. Они там, ой, Владимир Борисович, целоваться с ним. Вот вам и рыба, и сервелаты, и печень трески, и все эти. И икра красная, и икра черная. Хороший ты мужик, Андрей Егорович. Но не орел. Нонна Мордюкова так и не обрела семейного счастья. Не нашла ни орла, ни просто порядочного мужчину, который был бы рядом. В мир иной она ушла одиноким человеком. Ее брак с Владимиром Сашальским в актерской среде вызвал недоумение. Зачем? Они точно не пара. Как-то все пожимали плечами, хихикали, и не понимали, зачем это им надо вообще. Самым главным мужчиной в жизни Нонны Мордюковой был первый муж. Штирлиц, как она его называла. Она помнила и любила Вячеслава Тихонова до последних дней жизни. После развода с Тихоновым Мордюкова какое-то время жила с бывшим мужем Людмилой Гурченко, Борисом Андроникашвили. Этот брак не сложился тоже. Мордюкова много работала, а он выпивал с друзьями за счет своей супруги. Она рассказала, да вы знаете, вот после Тихонова мне попадались какие-то, это самое, мужчины, голодранцы. Слово у нее было, голодранцы. Вот. И, ну, не везло вроде бы. Сашальский голодранцем не был. У него была неплохая двухкомнатная квартира, он был востребованным актером. Один раз пригласил ее в ресторан. Но опять же в доме кино, вы знаете. Вот. Мордюкова только что снялась в фильме «Председатель». И ей очень нравился партнер Михаил Ульянов. Но почему она вдруг, как говорится, запала на полную его противоположность Владимира Сашальского, было для тех, кто ее плохо знал загадкой. А те, кто хорошо понимали актрису, объясняли это просто. Она была очень влюбчивой и наивной. Он сказал ей, мы созданы друг для друга. Он говорит, ну давай, говорит, все, пойдем в загадку. Против этого брака выступила мать Владимира Сашальского. Она предчувствовала очередную катастрофу. Сын снова делает ошибку. И она мне рассказывает, Гуидгена, когда Володя сошелся с Мордюковой, я так была против. Она такая грязнуля, говорит, была. А для женщины это очень оскорбительно, конечно. Предчувствовала катастрофу и женщина в ЗАГСе, которая объявляла советских граждан мужем и женой. При виде двух знаменитых артистов она с трудом произнесла обычные заветы. Тетенька, которая говорит, вы создаете семью, у нее слова застряли, она чуть не лишилась чувств. Как можно таким людям, как Нонна Викторовна Мордюкова и Владимир Борисович Сашальский, говорить, уступайте друг другу. Да это изначально смешно. Он был одним из самых красивых и эффектных актеров советского кино. А это моя супруга. Познакомься. И знаменитым многоженцем. Владимир Сашальский был женат шесть раз. Женой номер пять была Нонна Мордюкова. Она тогда много снималась в ставших классикой кинофильмах. Но в быту звезду из себя не корчила. Обустроила жилище Сашальского, сделала ремонт, стала готовить, чего раньше не любила. Ей нравилось борщи варить, знаете, по-кубански. Сашальский снимался гораздо меньше. Но ревность к успеху супруги его никогда не мучила. Он жил интересной жизнью и бесконечно принимал гостей. Однажды один из них сказал, что хочет шашлыка. И Сашальский быстро развел костер прямо на балконе. Подъехала пожарная, которая была соседями вызвана. Ну, здесь штраф, то ли все. Все их проводили. Хорошо, но мало. Мало? Владимир Борисович еще раз разжег костер и еще раз все это. И дожарил все шашлыки. Мордюкова очень хотела иметь статус замужней женщины и, конечно, Сашальского любила. Но дико уставала от обилия гостей. Вернувшись с тяжелых съемок, она заставала дома очередной банкет и чувствовала себя абсолютно лишней на этом празднике жизни. Она не досыпала, влияла на ее здоровье. Женщина же, ей надо и высыпаться, и как бы, да? Вот только это тяжело было. Кроме этого, Мордюкова была ревнивой и дня не могла прожить без очередных подозрений, большинство из которых имели под собой реальную почву. Она ему вслед кричала, Володя, ты там своим мужским достоинством-то не размахивай подкалывала так. Ну, ты еще не всех женщин перепробовал. Ну, она другое слово сказала. Он, да нет, не всех. Брак был нервным. Скандалы, примирения, снова скандалы. Мордюкова ушла. Два года Сашельский пытался ее вернуть, но ничего не вышло. Актриса считала, что совершила, выйдя замуж за этого лавелласа, огромную ошибку. Когда Мордюкова вышла за него замуж, она знала, что он пьет. Но что так, она не ожидала. За долгую киножизнь он сыграл немало людей, которые на «ты» с алкоголем. И, к сожалению, в жизни Сашельский умел выпить больше самого пьющего своего героя. Чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Ему завидовали, сколько он может выпить. Это была большая зависть. Он мог выпить очень много. На утро после ночных возлияний Сашельский часто не мог вспомнить, кого принимал вчера в гостях. О чем говорил, что делал. Однажды знаменитый актер попал в медвотрезвитель. И этот случай потом обсуждал весь театр. Такого здесь себе не позволял никто. Его побили. И он в трусах даже был, говорит. И пришел в театр, опоздал на репетицию. Он часто уходил в такой отпуск небольшой. То есть употреблял свиртное чрезмерно. Он сыграл невероятное количество ролей. Но главное ему почему-то не дали ни разу. А сам Сашельский больше всего ценил свою работу в сериале «Жизнь Клима Самгина». Он очень хотел по-настоящему трагических глубоких ролей. Разорвать шаблон. И выйти из образа вечного бабника и балагура. Выпуская голубей. Летят кругами. Все выше, выше. Белые в голубом. И жалкая душа моя летит за ними. Климисом Гиньер. У него хорошая такая роль, драматическая. Все его, весь его багаж, так сказать, вот проявился здесь. Человеческий. Москва, 1985 год. Одной из главных удач Сашельского был спектакль «Макбет». Его партнершей была Людмила Чурсина. И это было прекрасно. Я увидела этого неистого совершенно человека. Мне было, в общем, жутковато. Было ощущение какой-то мощи, которая перелетала в зал. Которая... Спектакль был мрачный достаточно. Такой громкий, эмоциональный. Но эта пьеса Шекспира имеет дурную славу в театральной среде. Якобы с теми, кто задействован в постановке, непременно случается что-то плохое. Вот и Сашельский получил эту черную метку. Он играет «Макбета». И сломал себе ногу. У Людмилы Алексеевны с Чурсиной беда какая-то с родственниками. Сашельский долго лежал в больнице и два месяца потом восстанавливался дома. Перелом был тяжелый. Лечение шло с большими проблемами. Ему там что-то еще переделывали. И потом это долго все... Уже такой возраст, когда долго это все заживает. Но продолжал каждый день выпивать. И поскольку пил очень много, покупал алкоголь дешевый. Пил все время с ланча бред. По два, по три вот таскал где-то покупал там в их магазине. Это был жуткий... Ну это бренди, но это жуткий был конъяр. Но вот на одежду денег актер не жалел. И все завидовали его элегантным костюмам и импортным ботинкам. У него шикарная дубленка. А в то время дубленки были не у всех. Вот. У него шапка была из бобра. Такая огромная шапка. Театральной зарплаты ему не хватало. В кино звали редко. И он подрабатывал на озвучивании мультфильмов. К примеру, его бархатным голосом говорит бегемот в «Ну, погоди». Кто? Заяц. Проходи, Заяц. У него была присказка. Он так, руб пять, где взять? Надо заработать. Как-то он говорил по-своему. Приходил, тебя руб пять, где взять? С таким каким-то бандитским немножко уклоном. Москва, 12 октября 2007 года. На прощении с ним было много старых поклонниц, которые не пропускали ни одного спектакля с участием любимого артиста. Ходили на Сашальского, да. Ходили на Сашальского, поскольку любили, поскольку помнили, поскольку следили за его творческой жизнью. Шкипер, планкет. Сидит тут со вторника и безуспешно сватается. Со среды. 31 июня, когда он снимался, это был бурлеск. Наталья Трубникова тогда поражалась. Сашальский превратил кино в горячую итальянскую комедию. Именно при лунном свете они всучили мне 50 ящиков яичного порошка. А потом они встретились в трудные для всех артистов 90-е годы. Но Сашальский был, как всегда, ради искусства готов на все. Сцена, когда как бы он погибает, эта сцена снимается в горах. И то, что заваливают его вот эти вот толщи снега. И там был очень опасный момент, что его надо было очень быстро откопать. Потому что иначе дышать-то было нечем. Кислорода не было. Поэтому он очень просил, не забудьте про меня, когда остановится съемка. Однажды в Театр Советской Армии, где служил Сашальский, пригласили на пробы Евгения Евстигнеева. Ему хотели доверить важную миссию – роль Ленина. На сцену в этом образе Евстигнеев не вышел. Но зато обрел большого друга. Евгений Евстигнеев вспоминал, что они могли начать посиделки где-нибудь в ресторане, а потом просто пойти и дойти достаточно далеко, чуть ли не до другого конца Москвы. Одно время Евстигнеев вместе с женой Лилией жили даже в квартире Сашальского. А потом Евстигнеев попросил его быть крестным для дочки Марии. Они вместе играли в нескольких кинокартинах. Даже если мне надо, потому что здесь, ну, как говорится, родные люди. Варя, мой друг, Сашальский, Вовка. Ну, как, так сказать, вот, друзья наши, все, ну, как не выпить, да? Надо, надо. Но в 92-м году Евстигнеев уехал в Лондон делать операцию на сердце. И умер прямо в больничной палате после того, как доктор объяснил ему, как именно его разрежут и что сделают в операционной. Он себе это сердце свое, которое мы только что показали, на ладонечке нарисовали, представил и умер от ужаса. Он представил себе по-актерски свое сердце, вжился в это сердце и умер. Москва, 5 марта 1992 года. Когда Сашальскому позвонили и сказали, что Евстигнеев умер, он потерял дар речи и молчал потом двое суток. Это стало для актера страшным потрясением. Все стало рушиться, и все стало как-то уходить. Вот, и друзья уходить, и здоровье уходить. Среди звезд советского кино было немало дон-жуанов, невероятных лавелласов, таких сегодня называют секс-символами. Но все кончалось, как правило, грустно. В мир иной они уходили людьми, которые пожалели о том, что предали верных жен и так и не нашли надежную подругу. Или, наконец, обрели ее, но счастливы были совсем недолго. Скворец. В 90-е Сашальский уже оставил привычку жениться и был одиноким человеком. Я пришла в его дом. И когда я вошла, вы знаете, эту картину я запомнила на всю свою жизнь. Вот впечатление было, что вчера в этой комнате была война или сражение какое-то. Валяются, лежат бокалы, какие-то куски огурцов. Эта растерзанная нога, на ней остатки еще мяса. И в конце 90-х Сашальский стал ухаживать за молодой особой, которая пришла работать в театр, заведующей литературной частью. Светлане было 36, актеру – 70. Сначала Светлана очень опасалась этих отношений с Сашальским. Она сравнивала себя с предыдущими его женами и чувствовала серой мышкой по сравнению с ними. Но бывшие супруги, которые работали в театре, благословили этот брак, потому что понимали, как Сашальский хочет тепла и уюта. Все. Я уже допрыгался, хватит. Я со Светой живу уже. Это последняя, он так и говорил, это последняя моя жизнь. Под влиянием Светланы он стал меньше пить. Жена заботилась о здоровье актера, навела порядок в его квартире и решала все бытовые вопросы. Это был, конечно, человек, который как дитя. Он, конечно, от нее зависел. И какая-то вкусненькая еда, и какие-то баночки с разогретым обедиком. Вот ему Господь Бог послал женщину, которая, мне кажется, у которой было это предназначение – стать женой Сашальского. Это просто ему небо посылает эту Светлану. В кино Сашальский снимался редко. Это был уставший человек, которого начали донимать одна за другой болезней. Когда родился ребенок, то многие злые языки, конечно, и в театре тоже так между собой поговаривали, не было ли там какого-нибудь помощника. То есть от неволи родился мальчик. Но Светлана была очень верной женщиной. Сын, конечно, был Владимира Борисовича. У нас, помню, был капустник. И пели, значит, песню, посвященную как раз Владимиру Борисовичу. «Вова, ты молодец! Вова, опять отец!» Это когда у него после 70 лет родился ребенок. Семейное счастье Сашальского длилось недолго. Он стал терять память. И Светлана повторяла с ним текст ролей перед спектаклями и подсказывала его потом из-за кулис. Но актера не увольняли. Руководство театра даже придумало для него спектакль, где не нужно было запоминать слова. Говорите на тарабарском языке, на итальянском. Вот все, что вам в голову бредет. И он выходил и под аплодисменты регулярным образом. Его встречали с аплодисментами. Он проходил, говоря на чистом итальянском, какой-то абракадабр. Но деменция прогрессировала. Актер перестал узнавать людей. Сашальский уже не играл на сцене. И плакал, если жена просила поберечь силы и не ходить больше в театр. Психика была подорвана абсолютно. Вот он жил, все, а без театра уже не может. Он уже туда идут, ноги сами понесли. Его эта жена отвела, он сидит там, улыбается всем. Но никого не узнает. Москва, 2006 год. Сашальский был очень худым и слабым. Его покинул разум. Актер угасал от рака простаты. Его мучили страшные боли. И Светлана решила, что нужно устроить мужа в хоспис. Многих актеров отправляли в хоспис. И это было прекрасно. Потому что в хосписе великолепный правильный уход, который дома обеспечить невозможно. Актер еле двигался. У него пропала речь. Но даже умирая, Сашальский не мог отказаться от вредной привычки и продолжал дымить, наплевав на просьбы врачей этого не делать. Была операция, и был уход организован. Самый лучший, какой только мог быть на тот период нашей жизни. И я, и его последняя жена, и мой брат младший, Володя. Каждый день мы были вместе. До последнего дня. Мучения Владимира Сашальского закончились 10 октября 2007 года. Жил как мужчина настоящий, мой друг. И так и жизнь ушел. Как мужчина настоящий. И никого не обременял своими болячками и так далее. Его последняя жена Светлана пережила супруга совсем ненамного. Инфаркт, диабет. Она попала в больницу. Света стала еще больше полнеть. Эта полнота приняла очень нездоровый уже вид. И здоровье стало сдавать, сдавать. У Светы не было ни желания, ни сил жить. И она умерла. Скорость. Владимир Сашальский упокоился на Троекуровском кладбище. Рядом с любимой мамой. Главной женщиной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин